МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу Время говорить. Мы обсудим наиболее заметные темы рязанской жизни. Сегодня наши авторы предлагают поговорить на следующие темы. В связи с пропажей вблизи села Казарь двухлетней девочке возбуждено уголовное дело. Корсуньский погром сегодня в эфире канала Городской будет показан нашумевший фильм о февральском нападении активистов Евромайдана на пассажирские автобусы. Успеют или нет, корреспонденты программы Время говорить, сегодня выясняли, будут ли запущены в срок объекты, обещанные чиновниками рязанцам к дню города. Ну а теперь обо всем более предметно. В рязанском районе, на озере вблизи села Казарь, спасатели продолжают искать пропавшую двухлетнюю девочку. Как мы уже сообщали, в минувшее воскресенье мам с папой взяли в лодку двухлетнюю дочку и отправились на водную прогулку. Дело закончилось кораблекрушением, надувное суденышко перевернулось, и ни выплывшие родители, ни впоследствии водолазы не смогли найти малышку. Сегодня мы получили видеоматериалы из Казаря о том, как проходят поиски девочки. Сейчас водолазы МЧС осматривают водоем, но пока им не удалось обнаружить тело девочки. В поисках участвуют 17 человек, из них 12 водолазов спасательных станций города Новомичуринска, Спаска, Рязани, а также областной поисково-спасательной службы на воде. Работают с 8 утра до 8 вечера тремя группами. В поисковой операции задействованы также три лодки. Сегодня стало известно, что по факту гибели несовершеннолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации – это причинение смерти по неосторожности – по факту гибели девочки 2012 года рождения. По данным следствия, 27 июля супруги вместе с малолетней дочерью отдыхали рядом с озером, расположенным вблизи деревни Казарь Рязанского района. Во время отдыха все трое сели в лодку без весел. Лодка была конструктивно предназначена для перевозки одного человека, однако они все трое поплыли в сторону противоположного берега. При этом спасательное плавательное средство, а именно жилет, было надето только на женщине. Примерно на середине озера при разворачивании лодки произошло ее прокидывание и девочка, оказавшаяся в воде, утонула. Поиски девочки сейчас продолжаются. Мы будем следить за ходом расследования. Между тем, народ продолжает тонуть. Буквально вчера в Рязани с Барковского карьера подняли тело очередного нашего несчастного соотечественника. Несмотря на то, что на карьере официально открыто целых два пляжа, мужчина на свою беду решил освежиться в укромном уголочке подальше от людей. По статистике в России ежегодно тоинт от 10 до 15 тысяч человек. Из них 70% взрослых в состоянии алкогольного опьянения. Так что, несмотря на лихую пословицу пьяному моря по колену водной стихии, собственные мнения на этот счет. В купальный сезон рязанские полицейские проводят профилактические рейды на пляжах, заботливо отслеживая потенциальных алкопловцов, а также те, кто уже успел принять, так сказать, изрядную дозу допинга, находясь у водоема. В один из таких рейдов вместе с правоохранителями выезжала и Наталья Новикова. Лето, солнце, жара, пляж. О чем еще можно мечтать в такую погоду? Ну, если только о каких-нибудь хорошо освежающих напитках. Квас, лимонад, холодная вода и жизнь прекрасна. А вот о пиве и более крепких напитках на пляже лучше забыть. Говорить о том, что употреблять спиртную воду опасно, можно сколько угодно. Но даже статистика несчастных случаев убеждает далеко не всех. Штрафы в этом случае оказываются гораздо действеннее. Ежедневно сотрудники полиции патрулируют городские пляжи и проводят антиалкогольные рейды. Наша съемочная группа приняла участие в одном из рейдов на Ореховом озере. С каждым днем все распивающих становится меньше и меньше. Сегодня только вот одного я поймал, написал на него административный протокол. Человек признает, что да, он знал, что распивать пиво на пляже нельзя, но думал, что не попадется. Теперь в отношении него будет составлен административный протокол, будет вынесен ему штраф 500 рублей. Если в дальнейшем будут попадаться данные граждане, распивающие пиво, будем также их наказывать, писать на них протоколы. Да, сегодняшний улов оказался невелик, и это не может не радовать. Хочется верить, что у сознательных, законопослушных, да и просто разумных людей действительно становится все больше. И когда-нибудь мы все же поймем сами, без полицейских, что бутылка пива или стакан вина на пляже не стоят наших жизней. Знаете, что сейчас вышел закон, в принципе, он уже давно вышел, да, что нельзя распивать спиртные напитки вообще с пустах, в том числе на пляже. Как считаете, на наших людей это действует все-таки или продолжает пить на пляже? Я не знаю, но здесь я не видел, что вы пили на пляже. Даже вот я смотрю, многие, ну, уже меньше распивают, но курить вот пили. Сам закон, я думаю, не очень на них действует. А если осуществлять контроль над соблюдением этого закона, то в итоге люди привыкнут и соблюдать ее будет лучше. Сегодня мы поинтересовались в бюро прогнозов, какая погода ожидает свой уикенд и выходные, как раз когда мы будем отмечать день рождения Рязани и праздник десантников. Так вот, синоптики обещают безветренные денечки и жару за 30. Дождик, если и пойдет, то не раньше воскресенья, да и то вряд ли он будет продолжительным. Так что берегите себя и не налегайте на спиртное, дорогие граждане. Сводки происшествия – это не те документы, которые стоит украшать своими именами и фотопортретами. Продолжаем программу. Сегодня в эфире канала «Городской» мы покажем документальный фильм, в свое время наделавший немало шума и вызвавший ожесточенные споры. Называется проект «Корсуньский погром». Речь в нем идет о событиях этого февраля, когда недалеко от украинского города Корсунь-Шевченковский. Вооруженные активисты Евромайдана остановили автобусы со сторонниками президента Януковича. Транспорт боевики частью сожгли, частью захватили, а ехавших в автобусах людей, среди которых были женщины и дети, жестоко избили. Очевидцы этих трагических событий назвали все это «Корсуньским погромом». В основу фильма легли рассказы и показания нескольких десятков пассажиров автобусов, ставших жертвами нападения политических бандитов. Это фильм о том, как гражданское противостояние украинского общества становилось все более ожесточенным. Преступники остались безнаказанными, уголовные дела не возбуждались, никто не арестован до сей поры. И все это повлекло дальнейшую эскалацию насилия. И вот мы видим эту ситуацию всю, и молодые пацаны, которые с нами ехали в автобусе, начали паниковать, начали палками бить, орать, водители откроют дверь, и все. То есть сильная паника началась в автобусе. Наш автобус начал разворачиваться, застрял в кувете. На обочине стояла машина, с машины вышел мужчина с ружьем и начал палить в автобус, чтобы прекратить движение. И вот он стрельнул сначала, я сидел справа в автобусе, он сначала стрельнул с правой стороны, потом обошел вперед и стрельнул в лобовое. Мы пока наклонялись, у меня осколок от стекла отлетел в глаз. Так начинался уголовно-бандитский этап развития событий на Украине, который в конце концов привел там к войне власти с собственным народом. Апогей насилия, это даже не сожженные автобусы, не реанимационное отделение, забитое искалеченными людьми. Это сейчас бомбардировщики над мирными городами, это минометные обстрелы жилых домов, детских садов, школы, больниц. Все то, что мы видим на юго-востоке Украины. Вот так все начиналось с беззакония жестокости, безнаказанности негодяев и попустительства политиков. Сейчас в Украине гремят выстрелы, взрывы, гибнут сотни людей, мирное население, дети, женщины, старики. Так что посмотрите фильм Корсуньский погром сегодня на городском в 10 вечера. Станет понятно, как зарождалась война в соседней стране и кто ее начал. Мошеннический скандальчик вспыхнул на днях в уважаемом торговом центре «Премьер», расположенном у нас на Московском шоссе. Полиция пресекла реализацию контрафактных айфонов. Телефоны изъяты и отправлены на экспертизу. Вчера об этом сообщили рязанские информагентства, а сегодня в дополнение. Мы даем некоторые комментарии по контрафактному делу. 29 июля в одном из торговых центров города Рязани был выявлен факт реализации мобильных устройств всем известного бренда Apple, а именно телефонов iPhone. Данный телефон, он внешне ничем не отличается от оригинала, однако если обратить внимание на неровности самого корпуса, также швы здесь имеются недостатки. Кроме того, e-mail, это персональный номер телефона данного, именно допустим вот этого, не совпадает с теми данными, что указаны на задней крышке телефона. Со слов предпринимателя данную продукцию покупал в Москве. В пятницу рязанцы понемногу начнут отмечать день города. Ну в том смысле, что первые официальные мероприятия грядут уже с самого утра. Главным образом это открытие новых уличных спортивных площадок, залов и комплексов. Все это правильно. Рязань должна быть городом добрых, здоровых и крепких людей. Однако, какое-то время назад мэрия дала народу целый ряд обещаний, связанных с новыми проектами, которые нам, простым рязанцам, украсят жизнь и сделают ее комфортнее, наряднее, да и в некотором смысле слова проще. Сегодня Глеб Галушкин отправился по некоторым объектам, которые рязанское начальство намерено запустить к ближайшим выходным, ну или самую чуточку позже, чтобы всем нам было хорошо и весело. Сверхзадачей репортажа ставилось выяснение, насколько объекты готовы к тому, чтобы получить путевку в жизнь. К дню города в Рязани появится сразу несколько новых как спортивных, так и культурных площадок, где горожане смогут проводить свой досуг. Например, именно на этих выходных улица Почтовая заработает в новом формате, по примеру, московского Старого Арбата. Во время празднования Дня города улица Почтовая, по всей видимости, станет главной культурной площадкой. Здесь пройдут выступления музыкальных и танцевальных коллектив, а также народные гуляния. Что же касается ремонта и обновления улицы Почтовой, то Рязанский Арбат заметно преобразился. Центральная городская улица превратилась действительно в пешеходную рекреационную зону. Со дня на день здесь появятся скамейки, а в ближайшие недели на протяжении всей подбелки начнет работать бесплатная Wi-Fi-зона. Открытие музеев, помещения для которых предоставили городские власти, дело следующего года. Завершаются работы по благоустройству детской и спортивной площадки на Лыбецком бульваре возле стадиона «Спартак». Напомним, что эта площадка должна стать первым этапом в создании большой пешеходной зоны, которая должна протянуться по всему Лыбецкому бульвару. Поиграть в футбол и баскетбол ребята смогут уже в эти выходные. Ну а в планах у городских властей проложить здесь еще и велосипедную дорожку через весь Лыбецкий бульвар. Впрочем, между улицами Маяковского и Чапаева кататься на велосипедах и роликах можно хоть сейчас. Все условия уже созданы. Спортивный праздник продолжится и на улице Толстого 5. Здесь, во дворе общеобразовательной школы номер 37, готов к открытию дюшор «Антей», который сможет принять в борцовские секции около 180 ребят. Здесь планируется тренировочный процесс группы греко-римской борьбы, группы вольной борьбы, греплинга. Занятия будут проходить у нас с тренерами высшей категории. Два тренера у нас сейчас пока. С первого сентября начнут уже обучаться группы. То есть и мальчики, и девчонки могут приходить заниматься. Еще одна спортшкола откроется в Дашково-Песочне. Это дюшор «Юпитер», основными направлениями в котором будут также боевые единоборства. Самбо, дзюдо, джиу-джитсу, тэквондо и рукопашный бой. Спортзал уже оборудован и готов принять желающих тренироваться ребят. В микрорайоне Дашково-Песочне сейчас активно ведутся работы по обустройству зеленой зоны по улице Советской Армии. По проекту в одной части сквера планируется проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и урны, а в другой сделать зону для активного отдыха. Обустроить спортивную, универсальную и баскетбольную спортплощадки, а также велодорожки с велопарковками. И пусть здесь строители ко дню города не успевают, но нет никаких сомнений, что в течение ближайших недель комфортная зона отдыха на Советской Армии появится. Ну, собственно, день в Рязани уже начался. Некоторые отдельно взятые мероприятия в городских районах проходили же вчера вечером. Оксана Тебенихина в среду была на гуляниях у Дома детского творчества. Вот ее репортаж. Подготовка к празднованию Дня города идет полным ходом. И пока на улицах Рязани гуляния еще не начались, руководству города традиционно проводят праздники поменьше, по районам. Начали с советского округа на территории парка у Дворца детского творчества. Отлично. Понимаете, мы все как бы общаемся друг с другом. И вот это настроение нам дает очень хорошее. Всем. И детская площадка тут. Вот, понимаете, все люди как бы собрались. И то, что от общения все зависит от нас, от своих людей. Вот согласитесь со мной? Я считаю, что это очень здорово и это отлично. Для дорогих пенсионеров подготовили целую концертную программу. Для самых маленьких установили карусели и надувные батуты. Но особо активных жителей района в этот день поощрили памятными подарками. В рамках празднования Дня города на территории всего города, во всех районах проходят праздники. В частности, мы с вами присутствуем в советском районе, где организован праздник для жителей, для детей, для всех возрастов. Чтобы люди могли, ну я считаю, достаточно комфортной погодой, хоть и жарко на солнце, но здесь тенечек. Послушать музыку, номера артистов. Но наиболее активные граждане наши, которые на протяжении всего года проявляют себя как активные горожане, помогают городу, соседям, своим домам, будут поощрены сегодня. Добрые традиции стоит поддерживать хотя бы просто потому, что они именно добрые. Люди общаются друг с другом, танцуют, подпевают любимым песням. Детвора бегают по зеленому парку, дышат свежим воздухом. В общем, полная идиллия. Впереди у нас гуляние помасштабнее. Что ж, ждем с нетерпением. Ну ах, одной из главных творческих площадок скорых праздников станет в Рязани улица Почтовая, известная в народе как Подбелка. Здесь будет организовано сразу несколько любопытных проектов. А, пожалуй, наиболее заметным обещает стать фестиваль Подбелка 2014. Музыкальный фейерверк с играми, конкурсами, сюрпризами и призами. Все, что знали мы и сказали, пусть другие расскажут больше. Сейчас в эфир выйдет программа подробностей. В гостях у ведущей Олеси Харлиной будет исполнительный продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский. Он и поведает о Подбелке 2014 в соответствии с названием нашей программы. Самым подробным образом. Ну а мы расстаемся до пятничного вечера. Удачи!